Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это Данечкина школа. Я жду его в холле. Дни идут своим чередом, несмотря ни на что. Мне нельзя входить дальше. Здесь система турникета, и рядом стоит охранник и поглядывает. Вот Данечка вышел в сменные обуви, белая подошва, и побежал переодевать ее. Очень светлая школа. Он лил дождь, и Даня просто счастлив, что я его отправила в сапогах. И в этот день больше я ничего не снимала, а я выпустила вам шоц. Так что простите меня, пожалуйста. Вот это уже следующий день. Мы доехали на автобусе, и я возвращаюсь. 8.15, я возвращаюсь из садика домой, чтобы отвезти Даню в школу. Первый класс. Попрыгали, побегали, утро закончилось. Помылась, отлежалась, водопроводчик все починил. Бегу в школу 12.30, чтобы посадить Даню на онлайн-урок английского в 13. А, еще промучились с установкой платформы Мира. С Темой это очень сложно оказалось. На платформе Мира будет заниматься Даня английским. Так сказала педагог. Что посылает мне социальная сеть ВКонтакте? Какие воспоминания? Это маленький Даня. Так, куда нажать? О, у меня была такая стрижка. Да ладно, похоже, как сейчас. Я и забыла. Листаю с вами вместе. Люксембург. Это мы с Темочкой в 12-м году путешествовали по Европе. В Люксембурге мы останавливались в интересном доме, который был раньше. Вот этот дом. Это была раньше железнодорожная станция. Потом в ней отпала надобность, потому что у них поезда бесплатные в Люксембурге. И эти железнодорожные станции переделали в жилые дома. Это в Люксембурге мы жили вот в таких условиях несколько ночей. Маленькая квартирка-студия была. Так, тут всякая ерунда. О, 2009 год. Ресторан «Две палочки». С этим рестораном у меня связано несколько лет жизни. О, какая у меня была стрижка 2009 год. Посмотрите, какая коротенькая. Сзади выбрита шея, если что. Прям совсем выбрита. И вот тут оставлены такие штучки. Так я сама придумала. Парикмахер в шоке была. Что, не убирать? Я говорю, нет, не убирать. Вот такая я была. Не знаю, интересно, вам мелко видно или крупно? Ой, как я эту юбку долго таскала, короткую прикручу. Вот она я. 2009 год. Сколько это мне лет? В 2006 мне было 30, да? Значит, тут 33. А вот Тёма в 2009 году. Тоже ресторан «Две палочки». Это он в школьные годы. Так, ну вот и всё. Дорогие девочки, сегодня пятница. Я не могу поверить, что неделя закончена. Мама прыг-скок называется. Короче говоря, я уже поменяла всё расписание. Всё уже по-другому, чем я вам рассказывала. Я убрала робототехнику, потому что это очень трудно ездить и много часов тратиться на дорогу. И мы съездили на Парнас. Но это тоже неудобно, туда нет транспорта. Это траты на проезд. Робототехнику мы попробуем онлайн. Это минус одна поездка в неделю. И когда я записывала Данечку в библиотеку на схемотехнику, я думала об одной поездке в неделю. Но это очень много поездок. Получается, в библиотеку у нас нужно ездить. Господи, я что накрашенная? Не помню. И к собачке почитать. И на схемотехнику, и по субботам на лекции. Я отменила лекции. Собачку оставила, а схемотехнику я вычеркнула. Я записалась, думая про один раз в неделю. Но это очень большая нагрузка. Это не раз в неделю. Я извинилась. Написала вот такое длинное письмо. И мы даже не начали. В общем, я убрала схемотехнику. В школе начинают работать бесплатные кружки. У меня получилось оформить запись. И Данечка попробует ходить на бесплатные кружки. Пока что один начинает работать на следующей неделе. Я вам скажу, какой потом. Попробуем. Боюсь сглазить. Это новое направление. Вот. А робототехнику я перевела на онлайн. У них набирается группа продолжающих первый год обучения. Это как мы. И будет 8 мальчишек по 8 лет. 6 мальчишек по 8 лет. Короче, я запомнила, что им 8 лет. Групповое онлайн занятие. Представляете? Групповое онлайн занятие. Нужно будет установить зум. И по зуму заниматься сразу с преподавателем и целой группой. Как они будут заниматься робототехникой, не могу представить. Как заниматься английским, могу представить. А робототехникой не знаю. В общем, будет минус поездка робототехника. Убрала схема технику и убрала поездки просто по субботам в библиотеку. Не потянуть нам. Так интересно. Там правила дорожного движения шикарно. Все каждую субботу. Бесплатные занятия шикарно. Но это не рядом. Итого у Данечки осталось, кажется, 6 кружков. Но они все тут сосредоточены. Смотрите. Остается английский онлайн. Давайте по дням недели вот так. Английский онлайн. Ну ладно, сейчас скажу про кружок в школе, а то забуду потом. Кружок вокала. Я его записала на вокал. Английский онлайн раз. Кружок вокала два. Ничего не помню. Давайте еще раз. В понедельник ничего нет. Во вторник. Вокал в школе. Среда. Английский онлайн. Четверг. Вокал в школе. Пятница. А-а, вру. Девочки, что с мозгами? Это ужас. Пятница точно бассейн. А. Собачка, который мы читаем. Пять. Пять. Робототехника онлайн. Шесть. И ментальная арифметика. Семь. Семь занятий, но шесть видов занятий. Поняли, да? Шесть видов занятий. Вокал два раза в неделю. Это страшно мне представить, если куда-то ездить. Для Дани это небольшая нагрузка, это прям норм. Он тьфу-тьфу-тьфу не устает. Вот. Так что у ребенка семь занятий в неделю. Критикуйте, если хотите. Хотите, не критикуйте. Я считаю, что ему мало. Были бы после уроков там кружки в три, в четыре и в пять. Я бы его отправила в три, в четыре и в пять. Но такого нету. А продленка сейчас до двух, а будет продленка до шестнадцати-тридцати. Кому надо. Но нам не надо. Нам не надо. Вот. Шестнадцать. Вокал. Не знаю, буду его домой брать на часик. Или пускай там. Ему дико нравится продленка. Что там им подсыпают. Он в таком восторге. Ей-богу. Он в полном восторге от учительницы. Сегодня их забрал какой-то тренер по физкультуре. По физкультуре. Во время продленки увел их в зал на подвижные игры. Вообще прекрасно. Вот. Короче, ему очень нравится. И обед нравится. Все нравится. А, девчонки, что-то вы пишете мне про опять многодетность. Ну, наверное, кто новый на канале. Не знает, что мы живем в Петербурге. И я не многодетная. У меня многодетная называется мать, у которой детки до 18 лет. Три и больше детей. У меня деток до 18 лет нету троих. У меня только два до 18 лет. Все, у меня 26. Итого, он не ребенок. Мы не многодетные. Я не многодетная. Мы не малоимущие, потому что у нас слишком много квадратных метров. Мы не подходим под эту льготу. Мы ни под какую, блин, льготу не подходим. От папы не добиться никаких доходов. На алименты я не подавала, чтобы не испортить отношения. Вот сейчас вот мне подруга сказала, что надо, чтобы получить какую-то помощь социальную, надо все-таки от папы оформить через нотариуса. Вот, называется алиментное соглашение. Надо пойти к нотариусу и там написать, что он дает мне деньги сам, в добровольном порядке, не в принудительном, не платит алименты, а выдает мне деньги сам и написать какую-то сумму. Вот, в этом случае эта бумажка сойдет за то, что мы малоимущие. Тогда, дай бог, мне оформят бесплатные обеды, как малоимущим, и какую-то помощь можно будет оформить в МФЦ. На данный момент обеды – это какой-то ужас. 145 рублей обед, 3 тысячи в месяц. Ну вот, дела школьные, кому интересно, Санкт-Петербург. Почему-то пишете, что в Ленобласти бесплатная еда, завтраки, обеды – это удивительно и даже потрясающе. Я прям завидую вам. В школе, которую мы проезжаем на Выборгском шоссе, и она считается городская школа, у них там завтраки для старшеклассников платные. Кстати, у нас тоже завтраки, кажется, будут платные с 5 класса. Все, ребят, пойду подслушивать английский. Мне очень интересно, как там ведет преподавательница. Бегу за Викой, дорогие друзья. Хотела взять карширинг на последние 200 рублей, но стояла перед машиной, прям нажала, и из-под носа машину увели. Было написано, что только что ее забронировали. Опять я с этой рябинкой. Короче говоря, несу коробку Рафаэлла. Заказала Рафаэлла для воспитательницы, которая помоложе, которая разрешила принести мне подушку. Походу, ей влетело. Надо говорить, похоже ей влетело. Знаете, я очень люблю такие сосны, вот по одной, которые стоят. Буду под сосной. Очень сильный ветер, мамочки. И там показалось мне, что солнышко. Короче, судя по лицу этой воспитательницы, ей очень сильно влетело. Я сказала, вы знаете, меня сильно наругали с утра. Она такая, мгм. И она показала мне глазами на приближающуюся Вику. И я поняла, что мы не будем это обсуждать при ребенке. Хотя бы одна из них адекватная. Вот. Ой, я еду на голубом автобусе. Вот, радость-то боже. Так как, получается, я ее подставила, получается, я ей должна коробку конфет. А у садика растет яблоня. И на ней яблочки. Вон, видно вам сколько яблочек? Они просто мелко. Вот так их там много. Вот какие. Пошла на пять минут раньше, они еще не гуляют. Хотя отличная погода. Давай. Нажимай, беги. Так ты слезь, Вика. Грохнешься, слезь. Господи. Нажми спокойно и пойди тогда. Ну, беги. А, нет, ты не... А, вот так все. Норм. Дорогие друзья, картина Репина приплыли. Мы забыли, что в пятницу у нас бассейн. И вообще об этом не вспомнили. Это какой-то кошмар. Я ругалась с Темой очень сильно. Он не дает мыть его комнату. Дети спрятались. Потом мы доругались, дети появились. Потом я сходила к соседке. Пришла и думаю, вот чем заниматься. Что-то какое-то ощущение, что пустое время. И думаю, что же я в это время делаю обычно. И тут с меня осеняет, что у нас в пятницу вечером бассейн. И поэтому ничего другого-то я обычно и не делаю. А после бассейна мы еще и ужинаем в Кио. Кушаем там свеклу. И я такая смотрю. В 18.45 у Дани занятие. А времени 18.37. Я говорю, Даня, ты не успеваешь в бассейн. Мы туда никак не доберемся за 8 минут. Он говорит, ну и хорошо, ладно. Ну, у Дани уже чуть-чуть сопли. Такие незаметные. Их никто не видит, но сопли есть. И ему плохо дышать, как обычно всегда было осенью. Никакой осени вообще. Хорошая погода. Но у него уже нос. Я говорю, да, сиди бог с тобой. Говорю, а у Вики в 19. Ну, 37 минут. Ну, что, бешеные собаки, 500 верстный крюк. Ой, как мы запрыгали, забегали. Даня помог собрать Вику. Я на нее покрикивала. Нажимаю такси. Представляете? 13 минут подачи. Что такое? 13 минут подачи машины. Плюс ехать минут 5. Короче, я выключаю. Смотрю, недалеко есть машина в аренду. Карширинг. Ну, ее бронирую. Но до нее идти 6 минут. Прибежали к ней. Она не открывается. Вот стоим рядом с машиной. Нажимаем слово «открыть машину». А он пишет, что-то пошло не так. Ёпарасэте. Мне померещилось, что не тот номер машины. Мы побежали к другой машине. Пробежали целый квартал. Мы сумасшедшие. Подходим к той машине. Тыкаем открыть машину. Думаю, какая-то она большая. Это вообще не та машина. Это черри огромная. Черри Тига 4 Pro. А был по плану у меня Хундай Солярис. Я говорю, Вика, это не та машина. Она, ааа, я не могу больше бежать. Мы бегом обратно к той машине. Как сумасшедшие. Плюхнулись. Но доехали мы за пару минут. Он выставил мне счет. Что-то вроде 30 рублей. Что-то такое. И тут, где этот спорткомплекс, нельзя вставлять машину. Я ее щелкнула на ожидание. Побежали. Без 5.19 тренер их забирает. А мы влетели уже без 3 минут 19. И они уже уходили по лесенке вниз. Мы их увидели. Мы крикнули медсестре. Там медсестра всегда на занятии присутствует. Мы крикнули. Мы опоздали. Она мне крикнула. Наденьте бахилы. Я демонстративно скинула кроссовки в коридоре. Побежала дальше без кроссовок. Надела все на Вику. Самое сложное это резиновая шапочка. В 19.03 она была в бассейне. Я прыгнула в машину. И тут нельзя оставлять машину. И увезла ее сейчас. И сейчас. А у меня сколько-то минут отдыха? 30, наверное. Я не взяла свою карточку. Я не пойду в бассейн. Я ничего не хочу, девочки. Это какой-то страшный режим. Получается, у Дани 6 кружков. Но устаю я. Он вообще не устает. Ну как, скажите, без бассейна? Скажите, как без английского? Без ментальной арифметики? Как собачки не читать? Что еще у нас? Я забыла. Я ничего не помню. Вокал. Я же не дам ему образование вокального. Что отменить? Ничего не отменить. Сдохнуть. Вот так я выгляжу. Кому интересно, как я выгляжу. Я встала в 6. Сегодня оказалось, что одноклассница есть у Дани. И у нее есть сестренка. И сестренка в садике у Вики. Но не в ее группе. Но в садике. И мама этих девочек предложила нам ездить с ними на машине в садик. Вы можете себе представить, все бы хорошо, но она написала страшную фразу. Мы ездим к 7. Можете себе представить, к 7. Я с трудом. И тут буду сидеть сейчас. Отдыхаем. Тугая эта шапочка, да? Опа. Держи. Сама снимешь? Ну иди, сама снимай. Я спрошу, как ты... Встань сюда куда-нибудь. Молодец. Все, беги, переодевайся. Мы идем в полной темноте. Мне очень холодно. Утром было плюс 9 сегодня. Вон как церковь отсюда смотрит. Если кто-то разглядит, то слева не могу увеличить. Там лахта-центр. Сейчас попробую. Подержи пакет, Ивик. Покажу девочкам лахта-центр. Вот там. Сейчас, стоп. А, тогда этот столб. Подожди. Мы не в том месте. Сейчас мы вот прошли чуть-чуть. Опа. Некрасиво, да? А мы видим красиво лахта-центр слева. Вон мигает огнями. Там сколько-то сотен. Сотня, наверное, этажей. О-о-о. Никто не хочет нас подвезти. Что-то никто не хочет нас подвезти. Ни каршеринга, ни самоката тут нету. Топаем. Закаляемся. Закаляемся. На нас надвигается толпа подростков. Караул. 20 часов, 15 минут. Тебе понравилось занятие-то? Отлично. Такие милые детки идут матеряться. Ужас. Всех люблю. Пока-пока. Попался каршеринг на обратном пути. Ехали 7 минут. Заплатили 40 рублей. Вуаля. И золотой ключик наш. А когда пыталась вызвать такси, она называла цену 380 рублей. Представляете? Спасибо. Извините. До свидания. Продолжение следует...